С сентября в спорткомплексе «Зенит» начала работу новая секция под жюдо. Этот вид спорта гармонично дополнит уже имеющийся самбо и вольную борьбу. Ребята уже приступили к тренировкам и от желающих заняться новым видом спорта нет отбоя. В спорткомплексе «Зенит» царит оживление. Юные бойцы отрабатывают удары, учат новые приемы. Занятие ведет опытный тренер, которого большинство воспитанников знает, как тренера по самбо Рифат Габуров. Именно он стал инициатором открытия в Муравленко новой секции по борьбе джюдо. Я вышел с инициативы в открытии нового отделения. Это джюдо. Он является олимпийским видом спорта. Это популярный вид спорта, который лежит в основе таких видов спорта, как бразильское джиу-джитсу и самбо. Рифат Габуров полностью погружен в тренировочный процесс. Говорит, что оставаться в стороне и просто наблюдать за действиями воспитанников нельзя. Научить непростым приемам, броскам, ударам можно лишь собственным примером. Так же, как когда-то в детстве учили его. С детства увлекаюсь этим видом спорта. В борьбу привел меня Виктор Васильевич Абрамянц. Это уникальный тренер, уникальный человек, благодаря которому я стал тренером. По словам тренера, этот вид борьбы подойдет каждому, кто желает укрепить свое здоровье, тело и дух. Заниматься дзюдо могут как мальчики, так и девочки в возрасте от 7 лет. Занимаюсь борьбой в 8 лет. Родители отдали в сексу, самбо в 4 года. Сейчас я занимаюсь единоборством дзюдо, потому что мой тренер уже тренирует дзюдо. И мне этот вид спорта очень сильно нравится, красивыми бросками. Юные борцы ставят перед собой самые дерзкие цели. В планах у ребят пополнить копилку исключительно золотыми медалями. Эта возможность предоставится им совсем скоро, в октябре на всероссийских соревнованиях под дзюдо, которые пройдут в Оренбурге. Анна Мария, Сергей Лукович, Новости Муравленко. Анна Мария, Сергей Лукович, Новости Муравленко.